Господи, пожалуйста, машинка моя, не утони! Тот неловкий момент, когда думаешь не о дорожной ситуации, а лишь о том, как остаться на плаву. Сильный ливень накануне превратил многие улицы в реки, а водителей машин в капитанов кораблей. Добраться до суши без потери удалось не всем. Марат, например, утопил в луже госномер. Платить штраф не хочется, поэтому автомобилист в воду глядит. Вот, ободок нашел, а самого номера нет. В поисках своего номера автомобилист нашел еще девять чужих. Теперь главное передать их владельцам, чтобы вместе со вчерашним дождем в Ливневке не утекли и деньги горожан. Нина Дмитриевна тоже сделала доброе дело. Одну мы положили табличку, нашли на эвакуатор, а вторую табличку мужчина подбежал и говорит, ой, спасибо, спасибо, что вернули. Говорит, такая радость. А этим автомобилистам не повезло. На их машины упало дерево. Во многих дворах ветром сорвало ветки. Как рассказывают коммунальщики, подготовиться к удару стихии сложно, но можно. О подозрительных деревьях жителям советуют заранее сообщать в управляющей компании. Знаю, что летом на Урале бывает много дождей, поэтому все эти работы проходят заранее. Принимаются либо заявки, либо составляются какие-то графики и планы. То есть нам, как мне кажется, наша управляющая компания «Стандарт» в ходе своих запланированных работ и бдительности жителей, которые сообщали о сомнительных сломанных или старых ветках и деревьев, удалось как-то предотвратить много те последствия, напряжения, которые создала непогода. Впрочем, как утверждают синоптики, ветер скоро переменится. Стихия еще немного покапризничает и перестанет. В ближайшие три дня нас ожидает летняя жаркая погода, но по области и непосредственно в городе Екатеринбурге с частыми дождями. Они будут теплые, летние, в отдельных районах грозы, усиление ветра при грозах до 15 метров в секунду. Но в ближайшие дни МЧС советует свердловчанам не расслабляться. В регионе продлено штормовое предупреждение. Во время гроз не стоит прятаться под деревьями и оставлять рядом автомобили. Лучше всего переждать нашествие стихии дома. Тимур Лебедев, Антон Лимонов. Главные новости Екатеринбурга.